Парковая территория гранд-отеля «Жемчужина» занимает свыше 7 гектаров. Она насыщена южной растительностью. Перед входом впечатляет зеленый уголок в стиле Венчагова. Внутренний дворик еще краше. Он состоит из нескольких зон, каждая из которых имеет свое название. Вот, например, цитрон. Целый мир цитрусовых мандарины, грейпфрукты, лимоны. Заложили этот садик весной. Видите, на лимоне уже пошли новые побеги. Это говорит о том, что растение уже прижилось и идет полным ходом рост. Это уже наш родной лимончик. Вот он. Еще один уголок, который очень любим туристами – заобилие тени. Озеленители меняют растения с летнего ассортимента на осенние. В свои права вступает разноцветная хризантема. Она менее прихотлива при уходе и очень яркая. Видна с верхних этажей. Их здесь 19. С удовольствием отдыхающие спрашивают, а что это, а что это. Им каждый цветок, какой бы там ни был, им интересно. Я прихожу в 7 часов на работу, они уже ходят по парку, фотографируют и рассматривают все. Гостей много. В Сочи бархатный сезон, а скоро и фестиваль стартует с одноименным названием. Так что озеленители стараются как никогда удивить отдыхающих, посадить, например, цветы с необычным окрасом, которых меньше в природе, чем красных. Это хрупкие сциллы. Очень впечатлило. Это просто отдых. На это все любоваться. И вообще мы восхищались все время. Ходили вдвоем, с подругой приехали. Другим больше нравится левая крыла парка под названием Мексиканская горка. Здесь поселились величественные агавы, юка и драцена. Ну и какой же мини-дендропарк без пальмы. Ее называют еще символом Сочи. Здесь на территории жемчужины их пять видов. Из Мексики, Бразилии, Китая, Канарских островов и Средиземноморья. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.